Всем привет, ребята! Меня зовут Рассана, и сегодня я вам покажу мои большие покупки из-за магазина для новой собаки, для щенка. Щенка пока еще нет, он будет чуть позже, я вам тоже покажу его, а вы пока пишите догадки, какая это порода в комментариях. А мы начинаем! Первое, что мы купили, это такая вот большая переноска. Она вот с такой вот дверцей. Тут также есть миска. Вот эта вот миска с бортиками со специальными, чтобы вода отсюда не выливалась, или корм, но тут обычно наливают воду. Также я постелила внутрь вот такой вот плед. Он с такими вот штучками, специальный собачий плед, я его покупала. А под низом еще один пледик. Эта пледка закрывается вот так, нажимается с двух сторон вот так вот рукой, пальцами. Зажимается, и все. И клетка закрыта. Вот такая вот большая. Мне она нравится. Также от этой переноски отдельно продавались вот такие вот колесики. Вот, я их еще не собирала, чтобы можно было возить удобно эту переноску. Скоро, думаю, соберу, и мы будем ездить на объект. Это две миски. Вот такие вот. Одна вот такая вот клетчатая, железная, а другая просто железная, с такими вот всякими разными лапками. Ребят, давайте приступим к игрушкам. Первая игрушка это вот такой вот ганатик. Игрушка для собак. Home pet. Если честно, я сначала прочитала, как номерет. Это было смешно. Стоило 70 рублей. Такой вот канатик. На первое время, думаю, потом куплю какой-нибудь другой. Просто это вот такой вот грызть. Канатик от фирмы GIGWI. GIGWI, наверное, так считается. Или GIGWI. Блин, не знаю честно. Вот, в общем, тут как лисий хвост. Внутри пищалка. Дальше идёт канатик, потом мячик. Потом опять канатик. Такая вот игрушка. Можно трепать, мне она понравилась. Классная, стоила, по-моему, 400 рублей. Я купила такую вот косточку. Честно, упаковка выкинула, поэтому фирмы не могу сказать. Сейчас. Вот такая вот косточка. Она как игрушка. Ну вот, видимо, фирма вот эта. Нулабон. Она, в общем, пахнет курицей. Там были всякие. Там были не только вот такие косточки, а другой формы игрушки. Там пахли стейком, беконом, десертом. Ну, я взяла вот такую вот. Стоила в районе там 500 рублей, по-моему. Вот такая вот игрушка. Она какая-то жирная, что ли, или масляная. Я, честно, не знаю. Может, это для запаха вот так вот сделано. Посмотрим. Честно, не помню. Я этикетку уже оторвала. Такая вот обезьянка. У нее четыре лапы. Хвоста нет. Так. Также у нее здесь вот такая вот шерсть. Ну, как искусственное... искусственный мех. Внутри пищалка. В голове нет пищалок, только в теле. Игрушка фирмы Титбит. Редко вижу игрушки от фирмы Титбит. Биттой. Стоила 305 рублей. Такая тут замша для перетяжки. Специальная игрушка. Небольшого размера. Вот такая вот. Мне понравилось, чтобы тоже перетягивать. Чуть попозже, когда вообще зубы вылезут уже. Следующая игрушка от фирмы Титбит. И тогда будем пьянчик от фирмы Зооник. Стоил в районе... Сколько тут? 122 рубля. Такой вот резиновый. Он пищит. С такими вот пупырышками. Небольшого размера. Вот моя ладонь. Ну, он такой небольшой, как раз щенку. И последняя игрушка. Это вот такой вот мячик. Он мягкий, поролоновый. Думаю, ненадолго хватит. Просто покидать так немножко. Вот. Стоил вроде бы 39 рублей. Вот такой вот. Давайте перейдем к лакомствам. Первое лакомство это деревенские лакомства. Кальциевая косточка с уткой. Такая вот. Колбаска от фирмы Титбит. Твердая. Оригинальная. 85 местных продуктов, пишут. Смотрим. Состав мяса и мясной суппродукты более 85%. Не знаю, верите там или нет. Ну, в общем, вот такая вот. Стоила примерно... Миша 1,25 руб. Часть это ребро северного оленя. Вот такое вот. 107 рублей стоило. То есть там был еще такой же кусочек, только там было 3 ребра. Вот. Оно пахнет не самым приятным запахом. Ну, сейчас достану и покажу. Вот такое вот. Не очень верится, что это оленя, потому что какое-то маленькое ребро для оленя. Ну, собакам нравится. Пусть грызут. От фирмы Зубочистики. Стоит 43 рубля. До 10 килограмм. С вкусом говядины. Родные корма. Консерва. Основной ассорти в жиле побояр. Кошечка. Кошачья. И не надо говорить в комментариях, что собакам нельзя давать кошачьи вкусняшки. Пожалуйста, перестаньте это говорить. Правда, это уже надоело, потому что это не так. Состав у них абсолютно одинаковый. Я вела кошачьи, потому что не было собачьих. А так, я читала, и у них отриоловские именно кошачьи колбаски и собачьи. У них абсолютно идентичный состав. Поэтому я купила их. Нарезала на маленькие кусочки. Сложила в эту же упаковку, чтобы дрессировать. Супка иступим к большой амуниции, наверное. Для начала покажу вам ринговка с прищепкой золота. Белая. Вот такая вот ринговка. Вот, то есть можно фиксировать. Вот так вот это не удавка. Такая вот. Мне нравится. Стоила в районе 200 рублей. Следующее, что я купила. Это достаточно важный элемент. Это набор поводка и ошейника. Вот такой вот он, как джинсовый. с лапками оранжевыми. Так что тут ошейник. Это такой вот застежки. Вот, что я купила, это вот этот шампунь от фирмы Animal Play для щенков без слез. Витаминный комплекс, молочные протеины, с молочным протеином. 250 миллилитров. В общем, вот это все покупки. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, то поставь палец вверх и подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.